По левой руке это уже наш участок. Идем по границе межевания официального, который по бумагам оформлено. Вот смотрите, что происходит. Это видео Лавровы сняли в минувшие выходные. Приезжают на дачу они не часто. И даже хотели выставить дом и 30 соток земли на продажу. Да вот только кому теперь нужна такая территория? В частные владения незаконно вторглись строители, считают они. Рабочие по соседству с их участком возводят новый фельдшерско-акушерский пункт. Строиться нужно. Идем нужно тесниться. Все это прекрасно понятно. Тем более медицинское учреждение строится вопросов. Но не таким же варварским способом. А варварство заключается в следующем, поясняет Алексей. Во-первых, часть грунта строители попросту свалили на участок Лавровых. Во-вторых, вырубили деревья и кустарники, которые росли у них в огороде. Две яблони, слива и где-то два-три кустарника вишни. Но это не самое страшное. Всех больше Лавровых возмутил путь, по которому ездят большегрузы. Дорогу к стройплощадке почему-то проложили через неогороженный участок, принадлежащий Алексею. Таким образом, из 30 соток земли 10 были изуродованы, говорит собственник. Где проходит вот сейчас на данный момент дорога, это наша территория, то есть непосредственно оформленная собственность своя. И эта дорога должна была проходить за столбом как раз на территории, которая выделена под строительство. Такой вывод Алексей Лавров делает согласно схеме, предоставленной ему геодезистами. Обнаружив такое безобразие, собственник пригласил специалистов. Желтым цветом на карте обозначены границы стройки ФАПа. Синим территория собственника. Именно там и ездит большегрузная техника. Что же там получилось так, что вы с соседями на территорию заехали? Все, в *** изуродов. Некуда было. А это с той стороны. А вот смотри, вот вы ехали в той страну. А почему вы не вот эту вот страну? Вот это же ваша земля. Я не знаю. Руководители подрядной организации вину свою признали частично. Но решить конфликт миром не получилось. Техника проехала по краю участка и задела свой экскаватор гусеничный и задела ковшом вот эту ябленьку. Потом задела три вишни. Мы их тоже спилили. Я ему предложил как-то это компенсировать. Если он, по его мнению, он считает, что я ему, ну, то есть нанес какой-то ущерб, но он с меня запросил там 700 тысяч рублей денег, я, как бы, сказал, даже не о чем нам разговаривать. Не идет навстречу собственнику и заказчик работ. Грубых нарушений в работе подрядчика он не видит. Не факт, что техника ездила именно по участку Алексея Лаврова, утверждает руководитель контролирующего работу строителей органа. Но где на кадастровом учете его участок поставлен? Оно не стоит на кадастровом учете? Он не сформирован, участок его. Но где этот участок? Он на него не оформлен. Чтобы доказать свою правоту, Алексей Лавров должен получить на руки последний документ. Межевой план земельного участка согласованный с кадастровой палатой. Его должны предоставить собственнику через неделю. И если в этой бумаге границы будут те же, что и на схеме, то собственник может подавать на строителей в суд и жаловаться в прокуратуру. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.